Всем привет, с вами Гриф и сейчас я вам расскажу, что нужно, чтобы улучшить свою стрельбу, а конкретно, как научиться стрелять по головам, делать крушители, мозголомы, ну и все в этом духе. А в первую очередь нужно начать с вашей мышки и коврика. Как ни странно, многие играют вообще без коврика, ну и честно, я когда-то сам так играл и ничего хорошего с этого не получалось. Дело в том, что когда вы играете без коврика и мышка ходит, например, по поверхности стола, то при резких движениях, например, разворотах на 180 градусов, происходит некое проскальзывание мыши и то расстояние, на которое вы поворачиваетесь, будет каждый раз разное, что очень плохо сказывается на точности. И естественно, в таких условиях ни о какой точной стрельбе речь идти не может. В идеале, вам нужно будет подобрать такой коврик, чтобы любое, даже минимальное движение мышью, в точности повторялось в игре. Изначально я пробовал обычные дешевые коврики, но ситуация не менялась. Ну и в итоге выбрал специальный игровой коврик и от Edge X7 Gaming. К нему я быстро привык и почувствовал огромную разницу с тем, как я играл раньше. И на данный момент я продолжаю использовать этот коврик. Также существует множество других хороших ковриков, и я не акцентирую внимание именно на своем. Что касается самой мышки. Как по мне, подойдет любая лазерная мышь, подчеркиваю, именно лазерная, а не оптическая, потому что лазерная мышь обладает более высокой точностью перемещения указателей. Ну и немаловажным критерием является удобный хват рукой и свободное скольжение мыши по коврику без залипаний. Ну, я думаю, вы поняли. Едем дальше. Следующее, на что нужно обратить внимание, это настройка чувствительности мыши в самой игре. Так называемый сенс. Здесь нужно настроить значение так, чтобы в игре было удобно делать резкий разворот на 180 градусов, а также не чувствовать дискомфорта при мелких движениях мыши при прицеливании на дальней дистанции. К примеру, я больше сделал упор на точность прицеливания вдаль, чем на разворот. В итоге вы должны подобрать как бы золотую середину и больше не менять ее. Для себя я подобрал чувствительность мыши 20 и не менял ее уже давно. Но главное привыкнуть к своей сенсии, для каждого это значение будет сугубо индивидуально. После того, как вы все сделали, вам нужно добиваться такого состояния, чтобы вы начали чувствовать игру и саму мышь и автоматически наводились на голову противника. Это достигается различными тренировками, как на полигоне или на ПВЕ-миссиях, или же в условиях реального боя. И тогда вам откроется совершенно другая сторона игры, где вы будете чувствовать себя более уверенно, что несомненно даст вам преимущество над противником. А если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Гриф, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok